книга открытым оком тема священство том 7 вопрос 1858 почему нет сейчас у нас таких архиереев которые бы воистину пробудили народ имеют они степени кандидатов богословских наук и мирское высшее образование а все же нет в них чего-то отвечает игнатий тихонович лапкин избирать нужно по таланту и по ревности а сегодня нет у них ни того ни другого они бесталанные и мертвые духом властность и корыстолюбие трусость и гордыня это в них сегодня пышно цветет сначала нужно выпросить у бога подобного григорию чудотворцу а он уж вымолит пастырей они псов жадные душой смотрящих на карман прихожан прокисая 56 10 12 стражи их слепые все и невежды все они немые псы не могущие лаять бредящие лежа любящие спать и это псы жадные душою не знающие сытости и это пастыри бессмысленные все смотрят на свою дорогу каждый до последнего на свою корысть приходите говорят я достану вина и мы напьемся секеры и завтра тоже будет что сегодня да еще и больше житие александра командского память 12 августа святой же григорий чудотворец обладавший даром прозрения познал обитавшую в блаженном александре благодать божию делавшую его достойным избрания на святительский престол став со своего места он уединился со святым александром и стал спрашивать его заклиная именем божиим говорить правду кто он святой александр и хотя и желал скрыть себя но не будучи в состоянии сказать неправду пред столь уважаемым свителям и к тому же боясь клятвы рассказал все о своей жизни как он человек многосведущий для бога так смирил себя и облег себя добровольную нищетою из беседы с ним святой григорий убедился что он отлично знает не только науки но и священное писание после этого свитель приказал своим приближенным отвести к нему святого александра и там его вымыть одеть прилично и привести снова на собор а сам снова сев на свое место вел в это время бога вдохновенную беседу спустя немного времени на собор был введен святой александр омытые светлой одежде и чрезвычайно благолепные лицо все видевшие раньше святого мужа узнав его не могли удержаться от изумления а святой григорий начал с ним беседовать предлагая ему вопросы из священного писания святой александр отвечал так благоразумно что присутствовавшие не могли не признать его за человека ученого и разумного причем еще более удивлялись зачем муж таких познаний скрывал свою мудрость живя среди них как последний невежда в то же время они укоряли себя что столь мудрого человека смирившего себя ради бога осмеивали почитая за безумного тогда все бывшие на соборе с радостью единогласно избрали святого александрова епископа в исполнении слов господних говорящих в писании человек смотрит на лицо а господь смотрит на сердце первое царство 16 7 святой григорий возводя святого александра по степеням иерархическим сначала просветил его в ереси а потом а простите сначала посвятил его в иерее а потом в епископа после посвящения в епископа он велел святому александру сказать народу назидательное слово когда святой говорил по учение то из уст его благодать духа святого истекала точно река приводя сердца в умиление и весь город радовался и славил бога имея такого учительного пастыря